Премьеры на карантине, как Московский театр реагирует на COVID-19. Премьеры на карантине, как Московский театр реагирует на COVID-19. 8 часов 27 марта 2020 года, обновлено. 8-7 27 марта 2020 года, РИА Новости. Виталий Белоусов, прохожий возле Московского художественного академического театра, МХАТ, им. Горького. РИА Новости, Виталий Белоусов. Москва, 27 марта РИА Новости, Ольга Распопова. Симптомы коронавируса у всех театров одинаковые. Миллионные потери на возврате билетов, гулка эхо пустых зрительных залов, сорванные гастроли и премьеры. В итоге одни переехали в соцсети, где атакуют подписчиков духоподъемными советами и видеоскотиками. Другие методично посчитывают убытки и шлифуют формат онлайн-трансляций. А третьи просто решили взять паузу и порепетировать. Как в этом году проводят Всемирный день театра в Москве в материале РИА Новости. Электротеатр Станиславский. Пока сложно сказать, сколько потерял и еще потеряет наш театр. Но речь идет о миллионах рублей. Единственный плюс карантина в том, что театры теперь делятся записями. Раньше это невозможно было представить в таком в масштабе, сообщила РИА Новости директор Ирина Залина. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Электротеатр Станиславский. Собака Элит Штроу Театре. 19 марта 2020 в 11.57. Пиретий. Ее словам, коллеги говорят, что везде зрители сдают билеты и на спектакли даже после окончания карантина. Но в Электротеатре пока не так. Даже звонят и спрашивают, вдруг мы откроемся раньше. Что смотреть онлайн 27 марта. Расписание трансляций. Директор театра Кирилл Крок настроен весьма пессимистично. Ни одна интернет-трансляция все равно не передает эмоции и энергетику артистов зрителям. Московский художественный театр имени Апаль Чехова. МХТ перенес всю активность в соцсети. Здесь целых три нововведения. Во-первых, театр запустил специальную рубрику «Наш ответ карантину». Актеры-трупы делятся с подписчиками подробностями своей жизни вне сцены. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от МХТ имени Апаль Чехова, собакам ксать подчеркивания Чехова, 18 марта 2020 в 10.9. Пиретий. Я в эти дни чаще стал видеться с детьми, с семьей, говорит Анатолий Белый. Вчера вечером мы устроили семейный просмотр замечательного фильма «Чудо» с Джулье Робертс. В общем, к чему я это? Все пройдет. Актриса Кристина Бабушкина показала, как вяжет зимний жакет. Ее коллега Светлана Колпакова танцует в парке, а Станислав Дужников признался, что решил переждать карантин на малой родине в Саранске. Один из трех актрисы Галина Безрук в сцене из мюзикла «Прайм Тайм Реа Новости», Владимир Федоренко «Реа Новости», Владимир Федоренко, актер Ефим Шифрин в сцене из мюзикла «Прайм Тайм» в постановке Себастьяна Сальдивилья и Марины Шведкой. Два из трех актеров Ефим Шифрин в сцене из мюзикла «Прайм Тайм» в постановке Себастьяна Сальдивилья и Марины Шведкой «Реа Новости», Владимир Федоренко «Реа Новости», Владимир Федоренко, артисты в сцене из мюзикла «Прайм Тайм» в постановке Себастьяна Сальдивилья и Марины Шведкой в московском театре «Мюзикла». 3 из 3. Артисты в сцене из мюзикла «Прайм Тайм» в постановке Себастьяна Сальдивилья и Марины Швыдкой в Московском театре мюзикла. РИА Новости, Владимир Федоренко. 1 из 3. Актриса Галина Безрук в сцене из мюзикла «Прайм Тайм». РИА Новости, Владимир Федоренко. 2 из 3. Актер Ефим Шифрин в сцене из мюзикла «Прайм Тайм» в постановке Себастьяна Сальдивилья и Марины Швыдкой. РИА Новости, Владимир Федоренко 33. Артисты в сцене из мюзикла «Прайм-тайм» в постановке Себастьяна Сальдивильи и Марины Швыдкой в Московском театре мюзикла РИА Новости, Владимир Федоренко В кассе нам сообщили, что зрители не торопятся раскупать билеты на будущие спектакли «Шок от пандемии» продлится еще долго. Видимо, благодаря тому, что руководство объявило приобретенные билеты действительными на любую дату после карантина, возвратов мало, не больше 10%. На вопрос, почему спектакли не выкладывают в сеть, в онлайне только записи архивных концертов, посвященных Гурченко, Пиов и Синатри, в пресс-службе ответили, что это было бы нарушением авторских прав. Зато в соцсетях театра Ефим Шифрин ностальгирует о былых временах. Один из четырех актеров в сцене из спектакля «Л. Тартюф». Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Рия Новости», Алексей Майшев «Рия Новости», Алексей Майшев, актеры в сцене из спектакля «Л. Тартюф». Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке. Два из четырех актеров в сцене из спектакля «Л. Тартюф». Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Рия новости» Алексей Майшев «Рия новости» Алексей Майшев «Рия новости» Алексей Майшев – актеры в сцене из спектакля «Л Тортюв» Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Три из четырех актеров в сцене из спектакля «Л Тортюв» Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Рия новости» Алексей Майшев «Рия новости» Алексей Майшев «Рия новости» Алексей Майшев «Рия новости» Актеры в сцене из спектакля «Л». Тартюф. Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке. Четыре из четырех актеров в сцене из спектакля «Л». Тартюф. Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Рея Новости». Алексей Майшев один из четырех актеров в сцене из спектакля «Л». Тартюф. Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке «Рея Новости». Алексей Майшев. Два из четырех актеров в сцене из спектакля. Л. Тартюф. Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганкирия Новости. Алексей Майшев. Три из четырех актеров в сцене из спектакля. Л. Тартюф. Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганкирия Новости. Алексей Майшев. Четыре из четырех актеров в сцене из спектакля. Л. Тартюф. Комедия в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганкирия Новости. Алексей Майшев также 2 апреля обещает онлайн-трансляцию спектакля «Сосед», а 3 апреля «Элл Тартюф». Комедия. Линком Марка Захарова этот театр порадовал гениальным ответом паники из-за COVID-19 профилактическим видео, которое создали четыре актера театра группы «Заичи Стон». За основу они взяли сочиненную для Евровидения композицию. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Линком Марка Захарова, собака Линком Татри, 21 марта 2020 в 4-7. В разделе «Искусство онлайн» выложены записи лучших постановок Линкома, «Вишневый сад», «День опричника», «Женитьба», «Капкан», «Пергюнт», «Сны господина де Мольера», «Странный народ эти взрослые», «Фольстав и принцуэльские других». Студия театрального искусства. У нас нет технических возможностей для онлайн-трансляции. Кроме того, наши спектакли камерные, они рассчитаны на живое восприятие. На экране эффект присутствия будет потерян. Что касается билетов, то мы всем зрителям вернули деньги. Остались единицы, 0,51% реализации, объяснила пресс-секретарь театра Наталья Витвицкая. Студия открыла в соцсетях новую рубрику «Стена дому». Артисты рассказывают о книгах и фильмах, которые помогут скрасить домашний карантин. Екатерина Копылова советует книгу «Непокоя» Фернанда Песоа, а Татьяна Голицкая рекомендует возвращение в Брайтсхед и Влиновой «Шум и ярость» Фолкнера. Посмотреть эту публикацию в инстаграм. Публикация от Сти, собака Сти, подчеркивание Татри, 22 марта 2020 в 6-4. Пи-Ри-Ти. Новой главой песни Женовачи выкладывают записи лучших музыкальных номеров актеров театра. Здесь всех радует перевоплотившийся в Барда Александр Медведев и сидящий у него на плече Кочи Бурашко. Театр наций. Тут решили в полной мере самоизолироваться от зрителя, использовав перерыв для внутренних активностей. За несколько дней до карантина, правда, успели дать премьеру сказку про последнего ангела. В соцсетях театра «Затишье» на сайте объявления о возможности вернуть билеты. Зато худрук Евгений Миронов уверен, новые условия рождают новые возможности, поэтому в своем инстаграме выложил видео с репетицией. Посмотреть эту публикацию в инстаграм. Публикация от Евгения Миронов, собака и Миронова фичаль, 17 марта 2020 в 3.19. Пи-Ди-Ти. Одной комнате на расстоянии метра друг от друга готовится к спектаклю «Лекарь по неволе», в другой сам Миронов, Чулпан Хаматова и режиссер Алвиз Херманис по скайпу работают над новой постановкой Горбачев. Мастерская Петра Фоменко. Театры находятся в особенной категории «Экбук», у которых бюджет заработной платы – это от 50 до 70% средств, получаемых от приносящей доход деятельности. «У нас плановый доход от реализации билетов с 17 марта по 10 апреля около 35 миллионов рублей, и нам не удалось их заработать, но, безусловно, потери будут куда серьезнее», отмечает директор театра Мастерская Петра Фоменко Андрей Воробьев. Посмотреть эту публикацию в инстаграм. Публикация от Мастерская Петра Фоменко, собака Фоменко, подчеркивание Татри, 25 марта 2020 в 3.55. Перейти его словам, неизвестно, как сложатся обстоятельства после 10 апреля, поэтому на май продажи решили пока не открыть. При этом, заверил Воробьев, никто из сотрудников не уволен. «Скрасить будни удаленщика» театр предлагает на YouTube. На собственном канале выложили записи лекции Пушкини и Шекспири, беседы с кинорежиссером Александром Сокуровым, лекции Дмитрия Быкова, поэтический вечер Дмитрия Данилова. Театр имени Пушкина. Артисты театра развлекают зрителей в соцсетях в рубрике «Карантин». Сергей Кудряшов пытается найти общий язык со своим чадом. Екатерина Рогачкова предлагает присоединиться к ее утреннему йога-ритуалу, а Александр Дмитриев демонстрирует правила выживания на карантине в шалашо посреди дремучего леса. 24 марта, 08.00 Культура как на карантине побывает бесплатно во всех музеях мира.